Здравствуйте дорогие друзья, это еженедельная новость из миротехники и технологий на YouTube канале Беги. Устраивайтесь поудобнее. На этой неделе состоялась большая презентация новых продуктов OnePlus. Были представлены смартфон OnePlus 11 5G на Snapdragon 8 Gen 2, первый планшет компании OnePlus Pad на Dimensity 9000, обновленные наушники Buds Pro 2 с двумя драйверами, механическая клавиатура фьючеринг Keyboard 81 Pro. Об этом мы рассказывали в кратком 10-минутном пересказе всей презентации на YouTube канале ProTech, там еще компания рассказывала о некоторых интересных технологиях, так что заходите в гости. А вот что не показали на презентации, так это новый OnePlus Ace 2, который предельно похож на OnePlus 11, но имеет чуть менее продвинутое железо, чип Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 или 16 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR5X и пользовательский накопитель UFS 3.1. При этом цена на смартфон заманчивая, колеблется от 410 до 515 долларов в зависимости от конфигурации. Анонсирован роутер OnePlus HUB 5G Router с поддержкой Wi-Fi 6 и встроенным 5G модемом. Все подробности, включая цены, пообещали раскрыть к июлю. А вот так выглядит флагманский телевизор OnePlus TV65Q2 Pro со 120 герцовой 4K QLED матрицей, имеющей цветовой охват DCI-P3 на уровне 97%. Аудиосистема мощности 70 Вт от DIN Audio. Работает под управлением Android 11. Цена в Индии около 1200 долларов. Старт продаж 10 марта. Опять же в Индии. А так здорово, что компания OnePlus развивает собственную экосистему, в которой все девайсы неразрывно взаимодействуют друг с другом. Недавние исследования показывают, что топовые Android смартфоны, которые продаются на территории Китая, это полный кошмар в плане конфиденциальности. О нем написало издание Гизмода. Безопасность изучали ученые-компьютерщики из Великобритании. Сетевой анализ проведен со смартфонами Xiaomi, OnePlus и Realme, купленных в Китае. Оказалось, что сбор данных осуществляется на уровне операционки и предустановленных приложений. Информация отправляется не только производителю смартфонов, но и поставщикам услуг, таких как Baidu и операторам связи. Среди собираемых данных имей, мак-адреса, рекламные идентификаторы, данные геолокации, контакты и номера в телефонной книге, телефонные и текстовые метаданные. Получатель будет знать, где пользователь в данный момент находится, с кем разговаривает, какой имеет круг общения и т.д. Даже если смартфон покидает Китай и попадает в страну со строгими законами о защите конфиденциальности, девайс все равно будет собирать и отправлять информацию. Операторы получают данные даже в том случае, если в устройство не вставлено сим. Вся информация опубликована в 11-страничном PDF-отчете, причем за глобальными версиями этих же самых смартфонов такого замечено не было. Так что большой китайский брат следит за вами. А может быть и не только китайский. Переходим к новостям из мира Apple. Тим Кук выступая перед инвесторами сообщил, что потребители готовы платить больше за лучший iPhone, который они могут получить, прямо намекая на то, что на подходе могут быть еще более дорогие модели. В Блумберг сообщили, что релиз запланирован на 2024 год. Что ж, получается ждем iPhone 16 Ultra. А линейка iPhone 15 Pro, которая выйдет в этом году, должна получить дисплей с еще большей яркостью, которая в пике достигнет 2500 нит. Сейчас в iPhone 14 Pro и Pro Max 2000 нит. А Apple Insider подтвердил, что Samsung, как один из поставщиков дисплеев для компании Apple, уже выпускает рекламные вывески с матрицы, которая имеет такую пиковую яркость. В Bloomberg заявили, что Apple не планирует выпускать Mac Studio с процессором M2 Ultra в этом году. Компания считает, что этот компьютер будет очень схож по функциональным возможностям с будущим Mac Pro на том же чипе. Поэтому смысла в релизе аналога, только в другом форм-факторе корпуса попросту нет. Так что ждем Mac Studio позже, вероятно уже с чипами M3. В прошлом году шведский инженер создал в первой в мире iPhone с USB-C интерфейсом. Так сказать iPhone 10 Garage Edition. А сейчас дело дошло и до AirPods Pro. Был разработан и напечатан на 3D принтере новый сменный корпус. Инструкция была выложена в открытый доступ. А корпус можно приобрести отдельно, ну или заказать уже готовые наушники. Прошки первого поколения с USB-C интерфейсом обойдутся в $330. Круто что такое возможно, интересно с точки зрения технической реализации, но вряд ли кто-то такое будет покупать или модифицировать свои наушники. С каждой неделей новостей связанных с нейросетями все больше и больше. И неудивительно, аналогичная цифра у TikTok была достигнута за 9 месяцев. Чать GPT оказалась самым быстрорастущим онлайн сервисом в мире. Для достижения аудитории в 100 миллионов человек в месяц потребовалось всего 2 месяца. А другим социальным сетям вообще потребовалось несколько лет. И используют ее не только для прохождения собеседования в гугл на должность инженера с зарплатой 183 тысячи в год, но и например для создания приложения на базе нейросети Далли 2 от того же разработчика OpenAI, которая создает гиперреалистичные фотороботы подозреваемых. Причем делает это во много раз быстрее чем аналогичные системы. Исследования показали, что люди хорошо запоминают лица целиком, а не по отдельным чертам, а поэтому нейронка, теоретически, будет справляться с этой задачей лучше. На данный момент разработчики намерены сколлаборироваться с полицейскими департаментами для того, чтобы обкатать технологию и понять, стоит ли дальше развиваться в данном направлении или нет. Google тоже решила более активно ввязаться в гонку нейросетей и представила экспериментальный сервис разговорного искусственного интеллекта под названием BART. Он опирается на уже существующую, пусть пока и упрощенную языковую модель лямбда, чтобы нагрузка на сервера была меньше. Сеть на данный момент тестируется в закрытом доступе, но уже совсем скоро она должна появиться в публичном. Барт совмещает в себе обширные знания, доступные целому миру, а также ум и креативность языковых моделей Google. Это цитата. Его можно использовать, чтобы разобраться в сложных явлениях и научных открытиях, найти источники вдохновения или почитать о лучших нападающих в футболе, а потом уже найти упражнения с мячом. Правда перепроверять за нейросетями тоже стоит, потому как они на данный момент практически все находятся в тестово-экспериментальном состоянии. Прямо на презентации Google была допущена ошибка в том, что телескоп James Webb первым сделал снимки планеты за пределами Солнечной системы. Но это неправда. Первые снимки экзопланет сделал Very Large Telescope в 2004 году. Впоследствии, казалось бы, незначительные ошибки оказались серьезными. Акции компании Alphabet снизились аж на 8% и на момент снятия этого видеоролика не восстановились. Команда разработчиков из Google Research и еврейского университета в Иерусалиме представила Dreamix. Новую генеративную нейросеть, которая может создавать и редактировать видео по текстовым описаниям и картинкам. Пока что система генерирует только ролики с низким качеством, а персонажи смазываются. Животные же зачастую выглядят неестественно, однако при этом система понимает любой запрос и контекст. Пока не ясно, появится ли нейросеть в общем доступе. Не всем нравятся нейросети. Twitch заблокировал канал с бесконечным сериалом Nothing Forever, который генерировали нейросети и о нем мы рассказывали в прошлом выпуске. Разработчики решили поэкспериментировать и переключились на модель, у которой практически отсутствовали рамки дозволенного. Из-за этого один из героев сериала начал рассуждать о представителях ЛГБТ с негативным подтекстом. Новый режим уже отключен, да и не все потеряно. Бан временный. У компании есть 14 дней для того, чтобы отрегулировать все механизмы под стандарты Twitch. Blitz короткие новости. В продажу поступил первый в мире игровой монитор с 240 герцовой OLED-матрицей. LG UltraGear 27GR95QEB имеет 27-дюймовую матрицу с разрешением 2560х1440 пикселей и временем отклика 003 мс. Монитор оснащен трансформируемой подставкой, портами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, а также парой разъемов USB 3.0 Type-A. Цена вопроса 1000 долларов в США и 1200 долларов в Европе уже с налогами. Новая технология Direct Storage впервые появилась в игре Forspoken. Она позволяет не только ускорять скорость загрузки с 7.9 до 2 секунд, но и использовать старые накопители в производительных играх. Для теста были взяты SSD трех поколений PCIe3 4.5. В отдельных сценах старый SSD проигрывал новым в загрузке сцен лишь на доли секунд, а за сумму тестов лишь на несколько секунд. Но при этом цена на 1ТБ накопитель с PCIe3 интерфейсом в среднем около 80 долларов, с 4 версии уже 170 долларов, а 5 версия еще не вышла в достаточном количестве на рынок, поэтому о ценообразовании говорить рано. Google объявила о широкомасштабном запуске сервиса YouTube Go Live Together, который позволяет проводить пользователям совместные прямые трансляции на iOS и Android устройствах. Запустить стрим с двумя соавторами в одном окне могут каналы с 50 и более подписчиками. А еще менеджер паролей Google Chrome для компьютеров теперь позволяет вместо пин-кода или кодов аутентификации получать доступ к хранилищу по биометрии. Работает фиша на платформах Windows и macOS, если в компьютере есть дактилоскопический датчик. DJI представила новый доступный дрон Mini 2SE. Во втором поколении появилась поддержка технологии OcuSync 2.0, за счет которой передача видеосигнала увеличилась с 4 до 10 км. Время полета улучшили всего на одну минуту, и оно составляет 31 минуту. 249-граммовый квадрокоптер, снимающий видео в разрешении 2.7K и создающий 12-мегапиксельное фото, способен обеспечивать стабильную съемку при скорости ветра 10.7 м в секунду. Стоимость новинки в Китае составляет 350$, а расширенная комплектация обойдется в 470$. И это очень гуманные цены. Вон почти 2 косаря со всеми нужными штуками. В синтетическом тесте Geekbench 5 замечен инженерный образец чипа Snapdragon 8 Gen3. Новинка незначительна, но обходит топовый чип Apple A16 Bionic, который набирает 1877 и 5347 баллов. Ожидается, что новый чип будет на 20% энергоэффективнее предшественника, правда анонс запланирован вроде как на осень. Интересно, что в новом чипе Qualcomm должно быть суперядро Cortex-X4. Вроде как аналогичное ядро должно появиться в новом Exynos 2400, который Samsung разрабатывает под Galaxy S25. Но пока это слухи, так как релиз запланирован аж через 2 года, и загадывать рано. Да и вон вся линейка Galaxy S23 с чипами от Qualcomm. В сети появился первый дроп-тест Samsung Galaxy S23 Ultra. Закаленное стекло последнего поколения, Gorilla Glass Victus 2 разбилось об бетон с метровой высоты. Так что ни один кунлун в Huawei Mate 50, как в моем тесте, ударил в грязь лицом, а точнее стеклом на керамогранит и треснул. Ну и напоследок щепотка юмора. А вы знали, что даже мощные компьютерные процессоры можно охлаждать пассивным способом. Пользователь Reddit охладил Intel Core i9 неуточненной модели 3,6-килограммовым цилиндром из меди. В простой температура составляла 35 градусов, а во время запуска бенчмарков он прогревается до 80 градусов. А на этом все, с вами был Вадим Ищенко на YouTube канале BigGeek. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик и надеюсь он вам понравился. Увидимся через неделю, разумеется, если подпишетесь на канал. Пока-пока.